Вчера вот пришел к нам, значит, устроился 10-й офицер. Он ушел из армии, потому что платил мне 3 тысячи рублей. Я реально там отдал. Это что, неиздевательство? А как это произойдет в обществе? Вот, поэтому... Ну, вот Сергей Потемеевич, у меня во всяком случае... У меня есть, да, свои мысли, но так как система создана Сергеем Потемеевичем, поэтому я могу сказать, ну, так. А ваша всегда... И да, всегда в русле. Так, вот. И вот он сказал, что система рассчитана на 42 месяца. А еще последний вопрос какой был? А каким образом, да, ухаживайте, система экономическая, да, не справляется, а Америка, да, 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 и апокалипсис, то есть пирамида, да, то есть доллар – это гигантская пирамида. Согласны? Это гигантская пирамида. То есть она тоже создана практически из воздуха, там за ней ничего не стоит, за этим долларом. Раньше он был обеспечен золотом. Еще этот французский президент... Как же его? Ну, не, не ветеран, а Шар-де-Гольд. А, собственно. Молодой. Он, значит, собрал все доллары, это было в 60-е годы, и на теплоходе он попал в Америку, и потребовал золота конкретно задуманное. Ему выплатили. Но через некоторое время Шар-де-Гольд убили. А в Америке после этого, сделая так, что они перестали это делать, будьте обеспечены каким-либо золотом. Сейчас просто тупо они печатают деньги, причем Федеральная резервная система, у нее есть определенная квота, которую она дает приказ и так далее, то есть печатают порядка триллиона долларов или триллион двести миллиардов. Долларов квота они печатают, это официально. Еще столько же или даже больше, около двух триллионов, есть такая информация, что они печатают неофициально и раздают и своим банкам, дают беспроцентную сумму. И таким образом вот они, вот и состоит такая система. То есть они создали вот такую цифру, это такой красный дракон, у которого может победить только другой красный дракон, только другой, другой огромный и могучий пирамид. Наши государства, они не способны, хотя вот они говорят о том, что да, с одной стороны, вроде они дружат с американским правительством, но взять, допустим, Центральный банк Российской Федерации, он не подчиняется ни правительству, ни президенту, он подотчетен международного валютного фонда. Международный валютный фонд, в свою очередь, подотчетен и управляется ФРС совершенно. Соответственно, разрушить эту гигантскую пирамиду долгов американскую может только огромная другая пирамида, никакой другой силы помимо МММ я не вижу, который возрождался. 20 лет эти правители не могут, по сути, сделать ничего, начиная с Ельцина, с Ельцина и его приспешников, то есть Путин, его когда-либо предвели, ну, они там пытаются, какой-то отпор пытаются сдавать, но на самом деле все они и их окружение чем заняты? Распиранием бюджета, они составляют бюджет, выделяют деньги, потом эти деньги отмывают, успешно выводятся в бюджете, точно так же все миллиардеры, магнаты этим практически только и занимаются, выделяют средства в бюджете на какой-то проект, потом успешно его, вот, всю идеологию, которая была после Советского Союза, во время Советского Союза, идеологию разрушили, практически ничего не осталось, нам подсовывают фальшивые ценности, вот, хорошо еще как бы основная ячейка семья осталась в людях еще, в людях еще теплится основа государства, да, основа государства, которые тоже подрывают различными способами, потом эти потоки, наркопотоки, которые выплются в Афганистан, американцы зашли в Афганистан, там разрушили, взяли под контроль, на самом деле, там увеличился поток наркотиков. Понятно, нет, а вот каким методом? Методом вот только один, если мы будем, понимаешь, мы, получается, мы сами производим деньги, вот, как говорят, не только же печатные станки печатают деньги, да, то есть вот банк, он берет вклад, получает вклад, а за счет этого вклада он может выписать еще как минимум 10 кредитов, понимаешь, то есть получается, банк производит деньги, то же самое и здесь у нас в пирамиде получается, да, то же самое и у нас в пирамиде. Мы, получается, производим деньги за счет чего? Вот просто вот мы принимаем вклады и, как бы, сами себе начисляем в пирамиде, и сами, ну да, тем самым, как бы, то есть вот такое супероружие против американского доллара. А как вы сами считаете, 52 месяца пускай даже, а дальше что произойдет? А дальше, по идее, вот будет у нас, ну, это получится у нас гигантский процесс, не получится, скорее всего, американский доллар рухнет и начнет все остальное рушиться, скорее всего, в отношении доллара. Весь мир? Да, все валюты, но я так думаю, вот как мы и в ковчег, то есть мы будем на плаву, все равно мы будем относительно всех валют, мы можем свое мавро котировать, увеличить, соответственно, мы будем всплывать, так скажем. А вот с такими вот вешенными процентами это не сильно, это не приведет к все временному? Да, я понимаю, смотрите. Значит, когда система начиналась, нам тоже вот, когда первые депозиты пошли, сказали, вот, значит, в марте они начались, а в июне должны были, значит, трехмесячный депозит увеличивается в 2,7 раза. То есть многие говорили, там вот у нас были скайпы, там общались, говорили, что не хватит денег системе, не выдержат систему, они после трехмесячных депозитов рухнут. Наступил июнь, кто даже не заметил, что начались выпуски. То же самое произошло в сентябре шестимесячного депозита. Сентябрь пришел, там были другие проблемы, поэтому никто не вспомнил, что депозиты шестимесячные разморозились, и люди выплачивают в десять раз больше. Да, потому что вот тогда Алексей задавал тоже вопросы на то, что вы были в ресторане, но сейчас же уже годовые депозиты и так далее. Да, вот сейчас в марте наступят годовые. Но вот, допустим, я смотрю по тенденции развития моей, допустим, я начинал, когда у нас было около двухсот тысяч, десять человек, это в феврале. Потом пришел май примерно, и так получилось, что практически до нуля ушли деньги все. То есть у меня поступил приказ о выплате, а у моих тоже было на срочном депозите очень много. Я так подумал, что, блин, пора мои тоже выводить. Я вывел. И мне стало не хватать с одной стороны. Даже была бы следующая выплата. Вот-вот. Я, значит, сделал... А, даже была выплата... А, себе я, когда вытаскивал, сделал запрос к своему суду. Он мне выплатил. И после этого начался рост. 300-500 где-то к сентябрю, наверное, месяцу у меня был миллион. Дальше я вот не помню точно как. Я помню уже вот, под конец года у меня стало 40 миллионов на балансе. Это помимо того, что мы выплачивали другим структурам. Вот перед Новым годом, на конференции, которая была, 20 на 70 миллионов. У меня было 38 миллионов. Наступил январь вот этот вот месяц. За две недели произошло, за две-три недели утроение произошло. То есть сейчас, да, 120, сейчас около 140 в моей ничьи миллионы. Несмотря на все выплаты. То есть, понимаешь, вот даже тех... Вопрос о выплатах как раз. Вот. Поэтому, я думаю, к марту, к марту мне удвоится и утроится. Мне не страшны вообще. Даже если все захотят вывести свои годовые. А у нас годовых практически нет. Ну хорошо. А темпы, очищники, наверное, скорее всего, не смогут сохранять с такими темпами? А почему? Почему не сложно? Если и гончится количество людей, которые захотят вывести, то есть уже те, кто отказался, не откажутся, конечно... Во-первых, у нас очень много ячеек за рубежом. Если вы видели внимательный сайт, смотрели, вы спали... За рубежом есть, да. Тенденция роста есть. Да. И вообще СНГ, короче. Вот. Но там же тоже, наверное, будет какая-то, какой-то предел. А что будет после предела? Если достигнется пределом. Вообще, по идее, несколько есть вариантов. В наших процентах. Да. Во-первых, все должно закольцеваться. То есть вам откажут. Ну вот. Если при условии, что все в системе, да? Угу. Вот. Вы, допустим, покупаете, выходите из параметра, покупаете, не движется. Вы даёте. То есть покупаете у меня квартиру. Да. Чтобы эта система просто голосовала для себя. Мы же можем сами, правильно? Мы можем тоже из единого центра. То есть люди могут продолжать дальше? Да, конечно. У нас центра сейчас нет. У нас центра нет. Так же самое привлекает. То есть. Мы платят, платят на свои деньги. Мы выплачиваем. То есть это всё можно. Главное, чтобы не пошла паника, не надо с ним. Потому что мы не хотим. Ну да, да. Вот это какая-то вот как… Что вы думаете об этом? Вот. И Сергей Владимирович. Сергей Владимирович тоже говорит. Ну, для пирамиды. Он давно занимается этими пирамидами. И для пирамиды не страшны наличие долгов. Сколько долг должна пирамид? В чей момент имеет как раз психология и настрой участника? То есть вот состояние… Как ведут себя поведение участника? Просто я, как бы, в своей ячейке, да, я как бы причём на вот этот момент, как бы, вот этот акцент, чтобы вот люди, да, сами как бы… То есть, если, допустим, ну просто так всё рушится, да, у меня остается… Если с моей карты деньги не довели, скажем, с того сотника, да, и мы сейчас как бы поднимаем три сотника, но они не бегали, ничего не будет. То есть, с одной стороны, мы можем продолжать дальше участвовать в своей сотке, да, допускай у нас нет, да, их не может быть решение. Либо мы можем просто те деньги, которые остались, раздать людям, сколько они вложили, без процентов, без ничего, чтобы никто не потерял. Ну, или сколько есть, да, там, коэффициенты, сколько они вложили. Вот. На такой случай. Но как вам всё-таки именно осознание того, чтобы люди, как бы… Я просто не знаю, что происходит у Мухичей, да, я не знаю, какой-то настрой… Как вы, опять же, говорите. Настрой нормальный. И при этом они пугались, даже если пускай Вася придур, да, что-то начнёт болеть, чтобы люди не разваливались. Это же… Ну, во-первых, вот некоторые говорят о миллионе, как у Сибфеликс говорит о том, что, чтобы участвовать в пирамиде, не нужно жертвовать своими последними деньгами, продавать там квартиру, в которой вы живёте, и склады. Ну, зачем во всём? Надо пользоваться деньгами тех, которые вы сможете участвовать. То есть, получается, это ваша жадность, если вы берёте уже слишком, что вы не можете обеспечить. Какие-то такие вклады-то и страшнее. А таких вкладов и нет. Таких вкладов и нет. Не нужно их в своём последнем продавать. Надо пользоваться деньгами, которые вы реально можете вложить. Продать что-то большинство, вложить. Но не такое, что твоё. Вот человек один у нас, он реально продал машину. Ну, да. Даже он из них усиляет. Он же от этого, ну, учёный. Да. Не один. А вот, допустим... Я имею в виду вот Тимура, который учёл. Он реально продал чип свой. Правильно? Он вложил систему. Да. А вот всё-таки у вас же, как бы, не должны вопросы со стороны тех же властей. То есть по законодательству сейчас всё чисто, да? И никто никого не принуждает. Везде написано, что пирамида, да? Всех везде пишут, что риск, да? Одно дело, как люди к этому ещё относятся. Даже в случае развала, да? Себе не нужно что-то требуется. Но всё равно, вроде, совсем согласился. Он понимает, что он риск, он деньги отдал. А люди разом бывают. Кто-то начнёт требовать, да? Как вот где-то в Массати, да? Считал, что в какой-то области, там, пока не будет никаких заявлений, там, всё будет, мы лезть не будем. Ну да. С другой стороны, а же если в Массати захотят эту серверовку, потому что у нас в четвёртом клубах, они тоже их не просили, они же сами пошли. А сколько, вот, риск, сколько у нас, там, простить сейчас? Хотя, в Магедии сейчас же ничего, всё число. Я так думаю, драка начнётся, там, посмотрим. То есть я готов, допустим, я за своих, да, и скажут, или покажут, что в тюрьму, значит, пойдут в тюрьму. А за что? Не, ну как за что? Конечно, вот именно, что не за что. Потому что нет пострадавших – дела нет. Но, как бы, вы мне говорите о моей готовности, я готов пожертвовать своей жизнью ради системы. Я уже несколько раз говорил, но это ради прикола. Потому что, если вдруг, допустим, меня завалят, из-за этого можно пиар-акцию отличную сделать, понимаете? Провести помпезные похороны. И, кстати, да. Тогда их у всех называют. Так в том-то и дело, да. Да, я и говорю, что наоборот, такие акции, они наоборот приведут ещё большее количество людей, она станет ещё сильнее. А какие уязвимые ещё есть, помимо паники, скажем? Помимо паники, какие? Здоровье в смысле. Что? Жизнь, здоровье. Ну, жизнь, да. Ну, наверное, будет. К чему ещё можно придратить? Потому что, по идее, у правительства нет критерий, к чему можно будет? Да, по идее, нет. Да, в том-то и дело. Вот, может быть... Я так думаю, что... Почему вот вы думаете? Вообще... Близких хороших. Даже иногда, обижаясь, но понимаю. Допустим, когда другу объясняешь, там, всё-всё-всё, ему зовёшь. Он говорит, нет. Говорит, друзья, нет. Сколько раз было, в кругу сидим даже. Они по пять человек на меня нападали. Потому что, типа, это же там... Это же афера, это же секта. Я говорю, вот, если это была бы эта секта или афера, разве я бы вам предлагал, если вы меня знаете, как другу там, да? Ну, всё равно... Опять же, если расшифровать, что такое секта, это объединение или зиновышление? Ну, да. А что здесь плохого? Что здесь плохого? Да. Я согласен с тобой. Просто негативные прецеденты, поэтому... Ну, да. Поэтому секты у нас плохие, поэтому пирамиды плохие. Потому что... Опять же, общественное мнение. Значит, наша цель создать такое мнение, что это не афера, что это не секта... Потом... Было много других пирамид, но я же в них не вступал, потому что... Все... Любую другую пирамиду я просто напрочь отрицал. А именно МММ... Почему я верил в МММ? Потому что я в ней с 94-го года. Потому что, ну, вот, это одна из причин, то, что я вот не был старатец. А с другой стороны, я помню вот ещё с 94-х годов, когда Сергей Пантелеич, а ещё раньше, в 88-м году, создал кооператив. Потом где-то в 90-х, в 91-м году он был лидером российского бизнеса. И это говорилось на каждом шагу. По телевизору, в газетах. Лидер... Они реально занимались компьютерными, продажей компьютеров и бытовой техники. И были монополистом на рынке. Когда началась приватизация в 93-м году, везде по телевизору, опять же, в массовой информации, везде говорилось, что вот, ваучерная приватизация, вот ваучеры раздаются. И стали создаваться ваучерные фонды инвестиционные, которые привлекали эти ваучеры. А потом на них должны были происходить аукционы. Так вот, они создали ваучерный фонд MMM-инвест, который был опять-таки лидером на всех каналах. Первый ваучер, ещё что-то. Но MMM-инвест был самый могучий. Он собрал самое большее количество акций. Потом государство немножко поняло, что MMM выигрывает, поменяли немножко условия игры. И они сказали, что будет денежная приватизация. Соответственно, MMM по-быстрому отреагировала. Вот, кстати, я хочу сказать о том, что MMM была очень могучей компанией. Ещё в девяносто втором году, в девяносто первом, девяносто втором году они провели акцию. Бесплатное метро для всех людей. Это стоило несколько миллионов долларов. Никто больше не может повторить эту акцию. Только MMM-инвест. Это ещё они строят пирамиды. Пирамида-то началась в девяносто четвёртом году. А они тогда уже имели огромную мощь. И в девяносто четвёртом году, когда вот это всё рухнуло, вдруг исчезли тоже. Ну, когда его посадили там, и исчезла, допустим, такая компания, как MMM на продаже компьютеров. Ну, зато вдруг, не возьмись. Выросли такие, да. Дорада, MMM-идео, техносила, партии и т.д. Я так думаю, что… Сергей Пантелеич об этом не говорил, что это мои. Но я так думаю, что… Вот он же сказал, что это вторая часть игры. Это он расскажет те… Понимаете, вот просто я сам побывал в те времена в шкуре в этой, когда… Ну, там на меня не государство наезжало, а бандиты. И у меня была сеть тоже своя коммерческая. У меня были там палатки, два филиала, магазин. Вот. И так получилось, что бандиты насилие. Я стал… Что я начал делать? Я показывал этим дворюкам, что у меня есть, вернее, что они знали. Остальное, что они не знали, я пытался выводить. Выводиться под удары. Раздавал друзьям, еще что-то. Другое дело, что я потом не смог это обратно все собрать. Но я часть увел. Я так думаю, что Сергей Пантелеич наверняка тоже выводил все эти свои активы. Вот когда был наезд, допустим… Вот Сергей Пантелеич просто преследует другу. Он говорит, что я всегда говорю правду. Он практически… Ну, почти, говорит, всегда. Иногда приходится говорить неважно. Так вот, да, вот это как раз вот момент, когда он говорит о том, что про 17 КАМАЗов вы слышали, да? И он… Вот если внимательно его слушать и смотреть, как… О чем он говорит, да? О чем он говорит? Что на суде были, значит, свидетели о том, которые видели, как на 17 КАМАЗах, мы пригнаемся во время наезда финкулов, просто налоговая полиция пришла, наехала. И приехали на 17 КАМАЗах, люди в камуфляже, погрузили все бабки, и КАМАЗы исчезли. Он еще упрекался. У нас… Так вот… Это самое… Деньги исчезают. Он испаряется и летает куда-то. То есть все говорят, что… У нас КАМАЗов не доехал от Центрального банка. И Сергей Пантелеич говорит, что да, это, ну, государство. И на суде, значит, когда сказали свидетели, что увезли… Ну да. Да. Суде сказал. Да. Почему вы решили, да? Ну, они же были в форме. А вы у них представление проверяли, люди в камуфляже вели. Проверяли? Нет. Ну все, значит, это не полицейские. То же самое. То есть он мог бы… Вот смотрите, он все время говорит, что государство не поворотливое, что чиновники все они, там все такое закручено. Вот. Соответственно, он знал. Из-за чего к нему требуют? Из-за денег. Потому что у человека денежная приватизация, всем нужны деньги. Он собрал большее количество, значит, к нему требуют. За деньгами, да? Соответственно, как глава фирмы что сделал? Сохранить деньги. Что он делает? Если бы он просто взял и вывез деньги из своих офисов, сказали бы, он вроде бы вывез деньги, и в конце концов бы нашли. Куда? А, вот туда и нашли. Правильно? Как это можно было сделать? Это можно было сделать только во время наезда. Пришла полиция, принесла иски. Вот вы нам должны. И во время того, что когда полиция, потом она же вроде выходит, отгоняешь КАМАЗы, охрана в камуфляже, в масках, загружаем, и всё, вывез в конце концов. Можно же было сделать? Можно было, но он тоже. Да. А можно сказать, что либо это вывез в ФСБ, либо вывез в ФСБ. Вот. Вот. Можно только догадываться. Да. Татьяна Петрович говорит, что это только государство. Для того, чтобы сейчас он тем самым призывает наиболее активный народ. Те, которые свою позицию гражданскую отстаивают, и могут идти против государства. Он сейчас именно этих людей, самых отчаянных собирает. Но с другой стороны, вот если внимательно и под текстом слушается Ген Петрович, он же мог вполне. По-моему, это в его характере. Во-первых, он говорит, это же не его деньги. Это говорит, что это народный капитал. Он считает, что это же народная приватизация была. Он собирал деньги с людей. Но вот я его считаю, что он честнейший и порядочный человек. Соответственно, он не мог грубо взять и обокрасть дорогу. Он хотел лучшего для него. Потому что тем более, так как он относится к благам, к деньгам, ему это вообще не нужно. Ну да. Смотришь на него, человек заявил. Да. Он хочет как можно больше людей осчастливых, так скажем. Ну если в 1994-м он говорит сам, он говорит, я не стал делать гражданского рынка. Да. Но если бы у нас общество сейчас подходит более информационное, то сейчас уже тяжелее будет вот так взять, если государство наедет. Да. Сейчас система верит. Ну да. Государство на кого наедет? Ну вот просто начнут блокировать счета. Ну могут. Но уже люди не станут, скорее всего, молчать уже. А вот почему в то время никто не спросил из государства, куда делись деньги, которые вы конфисковали? Вот что? Они говорят, что вроде их вывез за границу все. В том-то и дело, что вот непонятно. Понимаешь? Кто и как? Эти же деньги неизвестны были. Семнадцать КамАЗов исчезли, испарились. А вот с этого же еще были деньги. Семнадцать КамАЗов. А от Сергея Бантелеевича и от МММ практически ничего не изъяли. Изъяли то, что было официально в собственности у Сергея Сергей Бантелеевич, это домик на берегу Сергея, телевизор рубина. Все. Это все. Все остальное. А значит, омбудсмен, который... Павел Медведев, если ты знаешь, омбудсмен. Вот. Ну и есть такой Павел Медведев, который поднялся за счет дела МММ, за счет того, что он каким-то образом нашел одно из внучаток предприятий и смог конфисковать это помещение у него, отобрать. Значит, они отобрали это помещение, и там было несколько миллиардов рублей, и они раздали типа вкладчиков. То есть за счет этого. Все. Ничего больше нет, но вот этот домик с телевизором. Вот это здание. И все остальное... Вот даже вот было 800 тысяч долларов, я помню, они изъяли из банка Минотеп. Я просто по памяти помню. Я видел просто репортаж, когда вот показали, что изъяли деньги. 800 тысяч долларов. Это было в таком... Минотеп же ходатушку. Лебедя, наверное. Лебедя, наверное. Лебедя. Ну и вот. Странным образом эти деньги в подвалах Петровки сохранились до 2000-х. Да. Да. Но... Лебедя, понятно. Но они-то сохранились эти деньги. Даже в подвалах Петровки их никто не растащил. Они как были в пакетах опечатаны, так они остались. Потом показывали, как в 2008-м году их перевезли в Центробанк. Там всего-то 800 тысяч. То есть видишь, вообще нет неизвестных где эти огромные массы. Никто не знает. Я так думаю, что... Так говорят, что есть. Есть еще активы. Я так думаю, что это все всплывет наверху. То есть Сергей Федорович даст команду. И все это... Для чего вообще все это мутится? Не просто так. Либо... Вот если бы он был гол, как сокол, да, и начинал это. И это все рухнет. Вдруг. Ну для чего ему тогда это затевать? Если денег ему не надо. Просто так, что ли? Ради игры? Чтобы опять сделать миллионы несчастных людей? Наверняка этот человек прямо шел уже, чтобы побеждать. Просто все ему не верят, что он преподносится в спортивном костюме и так далее. То есть это как раз для людей, чтобы читать между столами. Если государство захотело, оно в корне сразу будет душевое. В том-то и дело, да. Какой вот это вот у государства? Если угроза для него, они же давно могли бы его убрать? Ну да. Я так думаю, что... Вот в том-то и дело, да. То, что если это действительно война против Америки, против доллара, да, то допустим, как бы, если такая идет, как будто бы игра, как будто государство против. На самом деле взращивается этот младенец, который принадлежит миликану. Получается, но с этой стороны получается, как инструмент нашего государства. Конечно. Против. А противостояние из глубин веков идет. Российская империя всегда противостояла Англосаксу. Правда? И сейчас вот американцы главенствуют. Вроде бы там у нас мирно заключили договор. Но, соответственно, противостояние, оно же продолжается. По всем фронтам разбери любую страну и что там происходит. С одной стороны Россия, с другой стороны. Вот. Но сейчас явно оружием невозможно победить американцев. Экономически невозможно. Вот. Возможно только вот такие способы. Вот что-то будет несколько. Парально, да. Это стоили все. Да. Ну, они нашу страну в Аткоре слезали, да. Ну, было непонятно. Рассказность упала. Семьсот тысяч. Да. Люди в смертности. Мы проиграли, по сути, мы проиграли холодную войну. Холодную войну. И получили аннексию и контрибуцию. Вот и все. Да. Ну, тогда вот в 80-х годах, в 70-х, когда я учился в школе, были политинформации, говорили, что Америка хочет нас разрушить изнутри. Как это можно и нас изнутри разрушить? Ну, все получилось, да. А вот все получилось как раз так. Да. Легко и просто все получилось. Да. Изнутри они нас разрушили, стравливают теперь части. Размены получили. Да. Да. То есть, я сказал. Это было налогово неэффективно. Иначе я опять помню. Как бы Советский Союз не ругали, но там и моральные принципы существовали, и материально были обеспечены, и люди с высшим образованием получали все квартиры. Поэтому был стимул, допустим, в семье воспитывать ребенка, чтобы он получал образование, и так далее, да. Потом это спрашивается, что ты получаешь образование, зарабатываешь, получаешь квартиру. Сейчас все разрушено. Сейчас вот зачем идти защищать родину, чтобы голодать? Или зачем учиться, там, вообще невоятно. Только за деньги, только вот там маленький ближний. Это же это. Я, кстати, очень рад, что это много хороших людей. Именно, потому что читаешь сайт, ну, комментарии пишут, спорят с теми, кто против, и так далее, в разных статьях. Это, конечно, приятно читать. И в итоге ему создается такая картина, что все-таки, ну, наверное, это не просто так. Ну, а вот что дальше, например? Произошел апокалипсис дальше. Ну, это, конечно, в будущем говорить бессмысленно, потому что это еще есть. Ну, дело в том, что, ну, так, апокалипсис. Нет. Просто, ну, я так думаю, что кризисы периодически они всегда в капитализме существовали. Правильно? И все это, в основном, с Америки идут, потому что там вот капитализм. Вот. Там и, когда была депрессия в 20-х годах, потом и так далее, вот. Они вообще всю экономику строят свою на войну. Потому что сколько можно так. Вот. Им большинство. Ну, да. Вот. Поэтому, как бы, я так думаю, что пройдет, просто пройдет еще очередной кризис, но доллар навсегда свою репутацию подпортит. Потому что доллар никогда не рухался. А тут он рухнет. Ну, а вот после ESG не осталось в Америке? Да. Что ж, наверное, конечно. Стоп-дженерейшн? Я, честно говоря, не участвовал. Не знаю. Но… Ну, а она ж в Америке, да именно, это Американца же была. Они после этого, может, и не захотят особо участвовать в этом движении. Да, пожалуйста. Я так думаю, что… А, в принципе, это не обязательно даже в Америку выйти. Потому что если доллар есть, то, в принципе, это все из Америки. Без ее участия не сможем выйти, да. А есть кто-то пожелает? Есть. Я так думаю, что просто те люди, которые войдут в пирамиду, в Америке каким-то образом выстроят, они спасут свои как-то сбережения, капитал. А остальные там просядут очень сильно. Просто доллар, если начнет от того, что в Америке не рухнет мгновения, а вот… Скорее всего, наверное, не рухнет. Скорее всего, просто будет такие по 20, по 30 процентов. И инфляция, наверное, сейчас… Ну, инфляция, да. Безработица, может, еще что-то. Но трудно прогнозировать прогнозы. Дело такое. Ну да, между тем, что там тоже все это видно. Да. Пока у нас задача развивать. Пока до тех пор, что если, находясь в каком-то обществе, говорят, человек еще не зарегистрированный, значит, потенциал для развития. Как только не будет таких мест, значит, не будет. А у нас, наоборот, огромный потенциал для развития. Возьми вот наш бизнес-центр. Кто здесь еще есть? Мы думаем, нет никого. Вот один, четырнадцатый. Нет, делал он за это. И все. И то нас испугались. Испугались, да, кстати? Как среагировали? Да. Так они испугались, да. Просто конкретно прислали на… Типа, мы вас уважаем, уходите на любую территорию. Да, 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 да. Вот. Ну и там, и попадут на что-то, и милицию. Это я считаю, да. Это просто человек, люди испугались, ну… Понятно. Это нормальная реакция. Да, нормальная реакция. Да, нормальная реакция. Да. Поэтому мы даже особо не чувствуем себя. Да, и все. Мы чувствуем себя. Я говорю, просто… Они просто пожалеют через год, через два. Что они сказали? Они будут рассказывать. А вот… Они же туда пришли, мили. Они же были, да, у нас были. А поиграли. Да. Скорее всего, поиграли. Все-таки вот… Опять-таки, да, я вот… Ну, вчера у нас там был сбор, там, своих, да, руководителей, да. И сегодня… А где? Первый раз. Где у вас? Ну, у нас это… У Халина. А-а-а. Вот. Вот. Ну, вот, когда приходишь… Как все говорят, да, просто я очень много, много общаюсь тоже с людьми. Как правило, они противники, да, и они все. Рухнет, рухнет, рухнет. То есть одно и то же. То есть у них единственное… То есть, может быть, да, это хорошо все работает, но это рухнет. И так далее. А вот приходишь вот сюда к вам и понимаешь, что где нет страха в глазах. Они, наоборот, четко, уверенно строят какие-то планы. Конечно. Это в этом. То есть вы как считаете, что… Я считаю… В ближайшее время… В ближайшие выборы ничто… Я считаю… А почему тут выборы? Я тоже не знаю. Мне просто часто приводят выборы, например, вот… Ну, да. Пока… До очередных выборов доживем, да. Даже Сергей Пантелеевич писал то, что там видно будет, да, в марте. Да, я даже Сергею Пантелеевичу писал тоже про… Я ему говорю, вот… Ну, он говорит… Ну, я ему отчет подавал там. Вот. Вот. Он говорит, что… Ну, я… Что будет трудно. Вы, ну, колебитесь, если что. Возможно, будет трудно. Вот. Я ему написал, что да, наверное, мне точно так кажется, что в марте будет очень трудно перед выборами и выплату. Давайте там марта же делаем. А он мне тогда написал, а при чем тут вообще марта? Да. Как-то так. Да. То есть ничего… Он не видит вообще никаких трудностей, что будут выборы, что будут выплаты, то есть вот так. А 42 месяца – это с чем связано? Какие-то технические расчеты? Я так думаю, что… Да, скорее всего, это технические расчеты, которыми я не владею. Он же не ожидал опять-таки… Он же думал, что вот так вот… Ни журналистка до начала, до 2010 года, 20-го, 40-го… Как Библия написала… А из 15-го? А из 15-го? Он… Он уже не ожидал. Ну… Ну… Я… Ну… Я… Не понимаю, с чем связано. Ну, что там… Я… Ушел… Я говорю… Потому что… Сергей, да, он думал, что до начала 2016 года будет 1 миллион. Ну, да, вот. А по факту 15? Уже… Он даже не аминькин… Он с самого начала, когда начиналось… Он говорит, что к концу года будет 300 тысяч, порядка 300 тысяч. А, то есть с самого начала даже так? Да. А потом… Он просто специально об этом, мне так кажется, говорили. И зная о том, что он будет темп увеличивать. Вот. И… Ну, потом же депозиты обменяли. Да, да, да. Вот. Да. Потом… Я вижу, что… Им все равно тщательно это просчитано. Да. Потому что он же не сразу вел депозиты. А… Вот именно сама суть пирамиды и вот эти депозиты, они же не решались коллегиально. Как вот, допустим, там, проведение рекламной кампании, или там, открытие в некоторых офисах. Именно вот математическая суть этой пирамиды, у него уже было давно просчитано. Он знал, что он ее начнет и как что будет развиваться. И, соответственно, вот… В этом пусть, скорее всего, оттуда идут эти цифры. 42 месяца и так далее. И вот эти курсы… И какую скорость будет иметь вклады. То есть он же сравнивает с автомобилем. То есть он говорил, что в девяносто четвертом году, значит, было сто процентов первого сечения, да, включения. И вот там-то было всего полгода. Соответственно, как… Да. Соответственно, когда вот он начинал пирамиду, он начал с 20-30. 20-30. Вот. И он сравнивал со скоростью автомобиля. Что, говорит, ну, примерно так вот. Про 20-30 он не говорил. Он говорил, что вот если вы едете с огромной скоростью, то вы же управляете автомобилем с огромной. А если вы едете с маленькой скоростью, то вот так. Надежность увеличивается. То же самое. Вот у нас 20-30, потом скорость до 75 возросла. Но сейчас плюс 25, скорость 100. Ну, можно еще же прибавить, по идее, если заходить. А можно дальше ехать с этой же скоростью. А в этом году вы выводили деньги? Там вообще ж гривен уходы. Там вообще, там же наличные были акции. Ну да, да. Вот. Наличные акции. Да. Наличные. Ты мог прийти и в любой момент продать. Ну, как доллар. В тот момент, да. Там депозиты что-то были? Нет никаких депозитов. Срок. Они как доллары. Как доллары были. Приходишь, просто только на курс играл. То есть были реально много, все равно люди живы. Получали зарплатные деньги, правильно? Просто они долго ждали, пока они возрастут. Ну, то есть до последнего. Ну да, каждый по-своему там. Потом были биржи. Были просто обменные пункты. Люди стояли возле обменных пунктов. Были биржи, на которых ты приходил и мог в один день продать и купить. По большой цене продать. То есть черного жанра был огромный. Да он даже не черный. Легально. Легально. Я имею в виду как. Вот я сегодня утром встал, мне надо заработать деньги. Приходили, у меня есть наличные деньги. Я на него там покупаю 8. Например, тысячи, да. Купаю тысячи вечером. Я из этой тысячи могу делать там. Тысячи, двести, тысячи вечера. Это тоже вторник, четверг? Или вообще? Ну, в смысле, я обрам. Ну, во вторник купил, в четверг продал. А сейчас курс одинаковый. В четверг уже растет. Цена покупки. Нет, но в курсе, когда уже, как он пишет, говорит, что своим поливым решением он так? Неоткорно. Нет, просто, допустим, во вторник, новый курс покупки. Ну, там мало кто играл в короткую. Я, допустим, зашел тогда в апреле. До августа держал. То есть выросло, живом и выросло. Вот, еще его найти. И даже я остался. Мы там командой работали на бирже. Биржа – это тот же самый рынок. Заходишь даже такое же, это круглое помещение или овальное. По краям сидят, нет, брокеры сидят за такими столиками. У них на столе товар, стопки, акции различные. АВА, потому что приватизация участвовала не только МММ. МММ – просто самая такая огромная компания. АВА, АВТОВАЗ, ОПДИПЛОМАТ, ХОЛДИНГЦЕНТР, ТЕЛЕМАРКЕТ, ГЕРМЕССОЮЗ, АПЕР-ИНВЕСТ. У них у всех были акции. Билеты были как у МММ. Акции были у многих компаний. Потому что это было как раз переустановление акционерных в обществе. Приватизация, все такое. Приходишь, идешь по всему. У всех цены разные. Поэтому ты мог там пройти, посмотреть. Там же на месте ты мог у одного брокера купить, а другого продать. И заработать денег. Мог сам арендовать столик и торговать этими акциями. Все это было государством разрешено. Потому что ценная бумага чем отличается? Акция была ценная бумага. То же самое, что, допустим, деньги. Они имеют водяные знаки, стихонезащита и так далее.